МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Гомеля подвели выники работы установ «Адукации региона». У литературном остатским салоне, сустрече на Замковой, при Центральной городской библиотеке имя Герцена отбылся юбилейный вечер Михаила Болсуна. Вядомый музыкант, переможца конкурса «Еуробачение-2009» Александр Рыбак сегодня даст суместный концерт с гомельским симфоничным оркестром, а напереда днезнакомитый артист сустрелся с юными скрипачами и провел для их майстер-класс. И больше подробно об этом не только. По всей краине прошли бесплатные консультации адвокатов на тему реализации декрета номер 3. Громадяне могли задать специалистам, хвалюючи их питанье. Наши корреспонденты наведали некольки юридичных контор. Юридичная контора советского района Гомеля свои двери отчинила в 8 годин ранецы. А я шепрос 15 минут, сюда пришел первый наведывальник. В 2015-м женщина не отпрацовала, предуглеженный декретом, обовязковые 183 дни. Алина Туэм были важкие пришины. Адвокат не просто провел консультацию, а Лейда помог скласть заяву, устворенную при выконавшем комитете рабочую группу. Писали в Гомельский райисполком в связи с тем, что трудное было положение у ней, так как с мая по сентябрь она не работала, имелся земельный участок. И где-то с конца сентября по ноябрь работала в колхозе по договору, но потом была уволена в связи опять с сокращением. Поэтому и обращается, так как не уклонялась, работала. У юридичных конторах отзначают, вельми значной колькости наведвальников, яким необходна консультация по оплате сбору на финансование державных расходов, не было. Неуапошнюю шаргух это следство работы, проводимое податковыми органами и выконавшими комитетами. Сгодно с опошнями дадзинами, у нашем регионе яны вызволили от уплаты сбору больше, как 21 600 человек. Бадай наибольш проблемная группа – рамадзяни, які протяглый час знаходзелися за межами Беларуси. У принципе, яны могут представить любый документ, які свечисть об их проживанні, те про суладкованні. Іншась права, що не усе беларуси заклюшали працівные договори. В любом случае, даже если вони работають неофициально, так или иначе, їх наниматель делает якісь регистрації їхні временні. Можно просить эти временні регистрації, можно просить договора подряда от нанимателя российского. Ну и представлять, соответственно, какие-то документы. К сожалению, если документов, соответствующих, представлено не было, то такому гражданину могут отказать в аннулировании извещения об уплате этого взноса. Організація бесплатного прийому адвакатами – это еще одна махчимость – разобраться с каждым випадком индивидуально и оказать адресную допомогу. Отзвучайные консультации, где допомоги у подрыхтуются заяв для звороту у податковые органы цивы канавчаи комитеты. У Гомельской областной коллегии адвакатов кажуть, что мают намер займаться питаниями реализации декрета номер три и далей. Пришим для некоторых категорий громадян это допомога может быть бесплатной и в наступные дни. Акция преследует целью не только проведения ее как таковой, но и работу с гражданами в этом направлении, то есть выяснить те вопросы, которые являются наиболее востребованными, подготовить с нашей стороны адвакатов, которые глобально изучат вопрос и окажут юридическую помощь в строгом соответствии с законом. Будем работать с каждым гражданином индивидуально в зависимости от его состояния здоровья, материального положения. То есть все эти факты мы тоже будем принимать во внимание. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Каля 370 субсиды селета планують выделить у Гомельской области беспрацованным на открытие бизнесу. У студии нефинансовую поддержку уже отримали 35 человек. Популярностью потенциальных бизнесменов користаются такие виды деятельности, як отделочные работы, груза и пассажира перевозки, ремонт бытовой техники и компьютеров. Азначим, в минулым годе грешовую допомогу на открытие своей справы так само отримали 370 беспрацованных. Протягиваем выпуск. У Гомеля подвяли выники работы установ адвокации и вызначили задачи на ближайшую перспективу. Причим, только обмеркованием актуальных тем не обмежавалися. На коллегии управления адвокации гомельского облаканкама побывал Олег Сенчуров. До влучения школьников и наученцев до науково-доследовательной деятельности сегодня один из приоритетных накерунков в деятельности установ системы адвокации, причим тут заправды есть чем похвалиться. Навод выхыванцы дошкольных установ, які проймали в дел у распобиканском конкурсе «Я доследчик», усе без выключения вернулись с дипломами. Промоги есть и на рахунку наученцев средних специальных установ. Максим Кирьянов с гомельского державного машинобудовничьего колледжа проставил распроцовку, яка допомагая у реабилитации после инсульта. Не одежде, че на тое, что год только начинается, Максим поспел завоевать уже диплом первой ступени на Белорусском науково-инженерном конкурсе наученцев и отримал пропонувал в дальнейшей работе над распроцовкой разом с науковцами Национальной академии наук. Врач создает на компьютере программу, занося данные каждого пациента и перчатка автономно производит данную реабилитацию. Вибромоторы стоят для воздействия на нервные окончания, сервоприводы для гимнастики. Калегия областного управления эдукации начинается с уручения премии Аблова-Канкама студентам, які достигнули высоких покажчиков у интеллектуальной громадской деятельности. Для сучасных наученців гэта приклад, до якого необходно мкнуться. Катерина Фетченко трапила у перспективный резерв кадров гомельского Аблова-Канкама неопочную чаргу, як активный уйденник молодежного конкурсу «100 идей для Беларуси». Пропоновала новые подоходы по оказанию туристичных послуг за межным громадянам. Каб притягнуть их у Беларуси, необходно сварить специальный тягник и кезоберет туристов на родимий, привези по всех славутых местах Беларуси и верни до дому. Я ездила в Москву и у жителей, просто горожан спрашивала, хотели бы вы поехали, то было очень много положительных отгласов о нашей стране и люди хотят. На коллегии областного управления эдукации размыва нестойких успехов, кольких проблемах, коленоприклад по выниках Олимпиад гимназия не может отримать ни одной узнагороды. На кольке прорисейно тут выкладываются предметы. В областном управлении эдукации у вугле перекананы. Сегодня наставники хоть и повинны працевать в рамках рекомендации Галинового министерства, але треба проявлять больше самостойности. Практика школьных уроков по передних годам, пытание отказ, явно не отповидая потребам часу. И наученцы уже иншие, и потребования да озровню их видов не тая, что были еще 10 годзи тому. Сегодня новые подходы это новая технология преподавания предметов. Это внедрение информационно-коммуникационных технологий, это более адресное использование сети интернет, это применение информации, связанной с развитием науки, развитие исследовательской деятельности учащихся. Коллегия управления эдукацией Гомельского августанкама завершается ушанованием перомостов областного этапа республиканского конкурса проекту по экономии и бережливости. Причем, шматые распроцовки имеют практичную накерованность от терморегуляции жилых помешканий с допомогой солнечных батарей до полевого ветрогенератора. Кажут, что все гениальное просто. Ветрогенераторы, которые можно выкористовывать в любых полевых умовах. 16 пластовых бутылок и больше-меньш значный ветер капает для того, чтобы западить светлодоедную лампу. И еще один плюс к этой конструкции. Природа не забрудживается пастыковыми отходами. Александр Рум, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Гомельский дорожно-будовничный колледж сегодня протягнет принимать у дельника у первого республиканского конкурса профессийного майстерства «Волтскилз Беларусь по геодезии». Улику конкурсантов больше как 70 человек с 15 научных установ Беларуси и России. «Волтскилз» – это найбойнейшее в свете споборництва правмайстерства. Своё особливое олимпийское гульни для студентов и молодых специалистов. Веды по геодезии потребны в многих сферах – милирации, будовництве дороги, домов. На кольке имя у теории и на практице володают у дельники конкурсу, оценят эксперты и выкладчики Беларусского национального техничного университета. Так само за имя будут сошить потенциальные процедавцы и инвесторы. У нас есть и опыт, и оборудование, и хорошие наработки в этом направлении. Поэтому площадкой для проведения республиканского этапа конкурса выбран Гомельский дорожно-строительный колледж. К сожалению, не все родители еще осведомлены о том, что в профобразовании, в колледжах, в лицеях сегодня есть высокотехнологичное оборудование и способны ребята получить профессию, востребованную на рынке труда. Вот эти стереотипы снимаются через конкурсы и обеспечивают дорогу для того, чтобы они стали успешными в жизни. Ребята, конечно, имеют возможность увидеть эффективность своей будущей деятельности в сфере экономики и построения это, безусловно, поднимает имидж профессионального образования. Миссию библиотеку с участным громадством сегодня протягнуть и обмерковывать у Гомеля в дельнике областного семинара. И он будет проходить в областной универсальной библиотеке имя Ленина. В среду головных досягнутых поспехов рост колькости корыстальников и наведовольников библиотек региона. Улику проблемных пытаний недостатковая компьютеризация. Покажчику 65,5% изъявляется довольно низким в Украине. С 22 библиотек только 14 мают уластные сайты. Працовать над выправлением ситуации библиотеки будут на протягу этого года. Так само с родохоловных селетних ориентиров, повышение якости и разностайности послуг, яке пропануется насельництво. У литературном остатским салоне сустречена замковой при Центральной городской библиотеке имя Герцена отбылся врачистый творчий вечер Михаила Булсона. Святочное мероприемство «Я тым, счастливый, что живу» промеркована до 75-годового юбилея поэта. Вероника Ворошилина с подробностями. Михаил Булсон – долиновитый гомельский поэт, прозаик, член Союза письменников Беларуси и Беларусского союза журналистов. Он уладалник широкого престижных литературных премий узнагородженный знаком за великую укладу беларускую литературу. Михаил Булсон народился на Чаширшине и признанный гоноровым жахаром этого района. Больше как 30-ти годов своего життя он отдал журналистаце. Працовал в районках шмот годов просвятил деятельности областным телерадиообъединением. Михаил Михайлович – соправдник Рифей в омельской журналистике. Человек, який с радостью узгадывает былую працию, даёт слушную параду своим молодым переемникам. Больше познавать життя, обогачать себе ведами у разных галинах життя, переймать опыт старейших и быть завсёды на быстрее життя. Журналист працует сутки. И он идёт по улице, что-то заважив, нараджается тема. Вот я, я, скажу, схапил, распрацовал и есть передача. Михаил Булсон – автор поэтичных сборников и книги Нараса «Чаширский след» на Вуце. Его работы так само надрукованы у шматликих газетах и часописах коллективных сборниках у Беларуси, России и Украине. Коллеги по творчей справе и сябры по житти кажут про Михаила Михайловича как про широго, ветливого и працавитого человека. За творчей особой, а это соправдит талиновитая творчая особа, Михаил Михайлович, хавается далекатная, тонкая человечая натура. Дай Бог ему долгой дороги, дай Бог ему великое творчее и человечеое, и хай пишутся новые книги, хай створаются новые версии, и хай он еще долгие годы радует нас всех. Не глядячи на взрослых, Михаил Болсон ведь активно ладжиття, працюя как журналист, письменник и публицист. Часто проводит творчие вечеры и встречи со школьниками. У свои 75 годов он заховал юнацкий запал души и романтичный погляд на рыча истность. Михаил Михайлович упъемнен юбилейная дата, черговая приступка, как проанализовать то, что сделано и с новыми силами протягнуть радовать прихильников своей творчести новыми вершами и добрыми справами. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадо и компания Гомель. Вядома музыкант, скрипач, переможца конкурса Евробачение 2009, Александр Рыбак сегодня даст совместный концерт с Гомельским симфоничным оркестром. Со сцен областного центра культуры будут звучать как вядомые усім хиты, так и классичные творы. А наперед одни знакомитый артист встретился с юными гомельскими скрипачами и провел для них майстер-класс. Наперед одни этой встречи хвалялись все и организаторы, и юные гомельские скрипачи. Гомельчанка Катярына Дземидова займается скрипкой пять годов, але сустреч с зоркой такой величины для ее отбылась у першыню. Очень ждалось нетерпение. Когда мы пришли, я уже думала, ну когда же он придет. Ждала давно, читала его биографию, очень даже интересно, какой он талантливый человек. На этот майстер-класс пришли наученцы амальз усех музычных школ в возрасте от 4 до 14 годов. Александр А потом репетиция той самой композиции, якая в 2009 году принесла ему успех на ее баченне. До речи, вслед за этим майстер-классом будет великое выступление. Другого Саковика юные музыки разом с Гомельским симфоничным оркестром и Александром Рыбаком выйдут на одну сцену. Он сказал, что ему очень понравился оркестр, ему очень комфортно работать с оркестром и нам в том числе было крайне комфортно с ним работать. Человек положительный, позитивный, но в меру требовательный и знает, что такое работать. Поэтому нам было очень приятно с ним работать и с нетерпением ждем новой встречи с ним. И я думаю, что тот концерт, который получится, он будет... Это такой микс, то есть будет эстрада, будет классика. И такого Гомель еще не слышал. Это первый концертный визит Александра Рыбака в Гомель. Артист провел репетицию с оркестром и сейчас ждет всех на свой концерт. Александр Лупиненко, Михаил Рабко, телерадио компания Гомель. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам всего доброго и до новых встречи эфиры. Редактор субтитров